Но здесь очень важный момент хотел, в этот момент хотел перейти к следующему этапу нашего разговора. Дело в том, что часто при разговоре мусульман и христиан говорят, ну как, вы верите, слепо верите, бездоказательно, что Библия – Слово Божие. Вот, мы также слепо верим, да, что Аллах дал откровение в виде Корана. Вот, и мы также верим, раз написано в Коране, что Библия искажена, значит, она искажена, тут не надо нам никаких доказательств. Потому что и вы бездоказательно принимаете, что Библия – это Слово Бога. Здесь надо помнить, что христиане не принимают бездоказательно, что Библия – Слово Божие. Вообще, Бог не стесняет доказательств, потому что Бог прав во всех путях своих и не стесняется это показать. Сам Господь, Иисус Христос, предлагал его проверить. Он говорит, не верите мне, верьте мне по делам моим, ибо они свидетельствуют обо мне. То есть, Господь предлагал проверить себя. И мы знаем, что посланничество Господа Иисуса Христа, то, что Он послан Отцом Своим, что Он действительно есть Слово и Сын Божий, еносущный Отцу, проявилось и в Его чудесах. Вот сегодня мы с вами слышали чудо исцеления расслабленного, когда Господь своим повелением, даже без молитвы, да, без всякого обращения к Богу, оставил расслабленного, когда Господь исцелился по рожденному, вылепив ему из глины глаза, которых не было, когда Господь прокаженному говорил, хочу очиститься, и человек восстановился полностью целым и здоровым, когда Господь изгонял Своим Словом злых духов. И, наконец, самый главный аргумент, которым Господь подтверждает в его посланничестве, это, конечно, воскресение Его самого из мертвых. Но очевидно, что если бы Господь Иисус не был бы послан Богом, если бы Он не был бы Богом от Бога, как Он сам заявлял, вот в такой ситуации Он бы никаким образом из мертвых не воскрес. Очевидно, что если бы Бог считал, что Христос лжут, что Он не есть Сын Божий, а ложно Себе это приписывает, Он бы Его не воскресил из мертвых, и никто бы никогда не смог Его воскресить, понимаете, да? Но Господь воскресил Себя Сам своей божественной силой, потому что Он имеет общую власть с Отцом Своим, таким образом показал, что Он и есть истинный Бог, как говорит апостол Павел в послании к именам, Он явил Себя Сыном Божиим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. То есть воскресение Христа из мертвых, оно подтверждает то, что Иисус есть Сын Божий. Поэтому для нас Пасха – это праздник, праздник, торжество и торжество. Для нас это свидетельство не только того, что и мы во плоти воскреснем, но и того, что к нам пришел ни посредник, ни ангел, но сам Господь пришел и спас нас. Вот, то есть наша вера построена не на слепой вере, а на логике, на фактах. Как говорил апостол Павел, это не в углу происходило, то, что происходило с нами. Что же касается… Библия имеет следующую систему аргументации. Если вы возьмете обычный катехиз, вы увидите следующий аргумент. Первое. Библия, она содержит чрезвычайно высокое учение. Высота учения, тут кратко перечисляю, а потом их расшифрую. Высота учения, чистота учения, сбывшиеся пророчества, чудеса тех, кто передавал Писание, и могущество и воздействие на людей. Вот эти пять аргументов. Сейчас мы их попробуем проиллюстрировать, чтобы понять, в чем тут логика. Сами эти пять аргументов, которые дают свидетели Филарита Московской, они очень логичны. Начнем с самого первого. То есть высота учения. То есть учение Библии нетривиально. Понятно, да? То есть вряд ли от Бога мы бы ждали, что Он там скажет, что главное – хорошо быть хорошим и плохо быть плохим. Понимаете, очевидные вещи, они могут входить как часть откровения Божьего, но они не могут быть в их главном содержании. Здесь, кстати, такая небольшая ремарка. Помню, мы во время второго диспута с мусульманами допрашивали Ализаде, одного из мусульманского богослова, говорю, а что такого принципиально нового дал Коран по сравнению с священными писаниями предыдущими? То есть Торой, Евангелем. Он говорит, ну как, правила священной войны? Нет, говорит отец Олег Стеняев Ализаде. Правила священной войны даны были в второзаконии. Перечислял много чего, говорит, ну выяснилось, что одна новая вещь появилась. То есть Коран разрешает есть внутренний жир и мясо верблюда. Это новое достижение, которое дал Коран по сравнению с Торой. Хотя на самом деле нам сейчас, согласно Евангелию, все можно есть, потому что ничто, исходящее в уста несколько, вернее, человека, даже и в этом отношении ничего нового нет, но то даже, даже если мы это примем, скажем так, стоит посылать специального пророка, чтобы который зашил бы есть сало. Стоило бы ради сала посылать специального пророка. Ну вряд ли это сверхоткровение, которое давало бы нам повод что-то такое особое узнавать. Но если мы говорим про нетривиальность учения, что это, конечно, нетривиальность? Дело в том, что когда мы с вами пишем некий текст, мы имеем внутренние ограничения. То есть неважно, текст, рисунок, картину. Существует ограничение, связанное с тем, что человек обладает творческой способностью в определенных границах. Он не может выйти за пределы ему известного. Например, человек может придумать кентавра. Он берет кусок человека и кусок лошади. Составляет, получается, кентавра. Он может придумать разумный океан с олярисе. То он берет океан, берет разум. И в результате получается нечто новое. Но это именно компоновка неких элементов реальности. Человек не способен вывести нечто совершенно ненаблюдаемое в природе. Но Библия говорит об неких вещах, с одной стороны, ненаблюдаемых в природе, а с другой стороны, логически непротиворечиво. Ну, например, Библия говорит о потворении мира из ничего. А как сказано во второй книге Маковеев, мать юноши Маковеева говорит, посмотри на небо и землю, что Бог сотворил все это из ничего. С одной стороны, это логически непротиворечиво. То есть мир не есть Бог, а мир иной в отношении с Богом, и нет никакой параллельной Богу силы, которая бы сотворилась в Вселенной. То есть логика здесь полностью в порядке. То есть это вещь, которая невыводима из данных опыта, но при этом логически непротиворечива. Это и есть нетривиальность. Или, например, мы говорим, что Бог триедин. Мы верим, что Отец, Сын и Дух Святой – единый Бог. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Однако не три Бога, но один Бог. При этом логика это не противоречит. Почему не противоречит? Потому что мы знаем, что он троечен по личностям, по ипостасям, по личностям, но един, один по сущности. То есть качество троечности и единичности относятся к разным предикатам, то есть к разным описаниям Бога. Но при этом, опять ли, триединства в наблюдаемом мире мы только отблескливо наблюдаем. В чистом виде у нас его нет. То есть логика это не противоречит, но это при этом ненаблюдаемая вещь. О чем это говорит? Это говорит, что автором Библии было некое существо, которое мыслит нетривиально, не по-человечески, не связано с человеческими ограничениями, скажем так, да? То есть первый аргумент, он имеет строгой уровень применимости. Он только говорит, что автором Библии был не человек. Мы пока не говорим, кто, но не человек. Здесь очень важно понимать, что вот эти наши учения, они логичны от начала до конца. И есть каждый уровень доказательств, он показывает только свое. Второй аргумент, который дает Феорет Московский, это какой? То есть Библия содержит высочайшую нравственную планку. Чрезвычайно чистое учение. Что это значит? Это означает то, что Библия неудобна человеку. Ну принцип очень простой. Если я, например, пророк, пишу некий закон, по которому я буду еще вынужден сам жить, вряд ли я буду писать такой закон, который мне сделает жизнь неудобной. Ну это логично, так ведь? Вполне логично. Там Моисей, посмотри себе. Зачем ему себе жизнь портить? Так? Там или Давиду, кому угодно. Вот. И здесь возникает вопрос. Кому удобна Библия? Ответ один, только святым. Прям удобна ли Библия царям? Помните историю, когда Давид согрешил? Помните, да? Когда он согрешил, рассчитывая, что он царь, а он там жену своего военачальника заберет, а военачальник, во-первых, не еврей, хет, ничего страшного не случится, а во-вторых, ну мало ли что, царю все можно. А военачальника он убил на войне, вы помните, да, подставивший его под опасное место. Он думал, что им все можно, но выяснил, что совсем не так. Пророк Нафан пришел и обличил его. То есть царям не все можно. Царь, царь подвластный Бог. Царь не может нарушать закон, он не стоит над законом Божиим. Это только Иван Грозный пытался думать, что я там с законом Божиим не связан, да, вот, я якобы могу поступать, как хочу, и перед Богом я не отвечаю за свое беззаконие, за свои развраты, за свою нечистоту, я там отвечаю только за то, что я государство укрепляю. За это Бог ему и дал страшную кончину, как наказание за его грехи. Вот, но Библия на самом деле царям неудобна. Вот интересно, а Библия бедным удобна? Вот в книге Исход сказано, бедному не потворствуй в тяжби его. Что это значит? То есть, если судится богатый и бедный, судья должен присудить кому? Тому, кому принято, посправедливость принадлежит, понятно? Не богатому, не бедному, а тому, кому принято, посправедливость. Судья не должен смотреть, бедный перед ним человек или богатый. Видите, очень важный момент. То есть Библия коммунизм не поддерживает. Библия говорит, что человек должен исходить из норм Божьей справедливости, да, вне зависимости от богатого, беда неважна совершенно. И богатому сказано, что богатому богатого не бери, богатство не спасет от него сдаяния. Библия четко говорит, что священство не гарантирует спасение. Библия говорит, что апостольство не гарантирует спасение, даже Иуда отпал. То есть кому удобна Библия? Она неудобна царям, священникам, богатым, бедным, понимаете? Она неудобна никому, кроме святых. Возникает вопрос, стал бы человек себе такую проблему делать? Не стал бы. Значит, ему навязали. Причем навязали не просто внешние нормы. От него Господь потребовал больше, Господь потребовал контроля внутреннего. Господь сказал, что не только нельзя прелюбодействовать, нельзя еще с вожделения смотреть. Господь сказал, что не только нельзя убивать, но и нельзя гневаться. То есть Господь ограничивает внутреннее, то есть лечит внутреннее содержание человека. Это уж явно никак не подходит для испорченного человека, только для того, кто желает стать праведным. В этом случае, например, Коран является таким блестящим подтверждением, Библия – Слово Божие. В Коране есть известный эпизод, когда Хамад влюбился в чужую жену, жену Зейда. И тут ему пришло откровение. Какое? Помнишь, Александр? Там было два откровения. Во-первых, Зейд был его приемным сыном. И получил первое откровение, что у тебя не может быть приемных детей. Никаким образом. Потом пришло второе откровение, что Зейд должен развестись со своей женой, и Мухаммад должен на ней жениться. По этому поводу предыдущая жена Мухаммеда сказала, что у тебя очень ручной Аллах. Что-то тебе не захочется, он тебе все разрешает. Понимаете? То есть для нас, обычных людей, все это понятно. Мы как по-человечески Мухаммеда вполне понимаем, да? Ну, хочется чем. Понимаете? Ну, а почему бы и не воспользоваться? Да. Дело в том, что, скажем, традиционное количество жен в исламе четыре. Наложницы не учитываются. Но для Мухаммеда было сделано исключение. У него было двенадцать жен всего. Там так и сказано, что это возможно. Но для обычных людей только четыре ограничения жены. Тоже так вот все. Замечательно. Я просто хочу обратить внимание о том, что вот сейчас сказал отец Даниил. То есть отец Даниил сказал такое страшное слово, значит, навязали там людям, да? То есть такое насилие. Просто заметно, с какой любовью Бог делает это, вот то, что он это навязывает, что это делается из любви. Это просто заметно в Священном Писании, в чем нравственность. То, что как Бог относится к людям. И то, как он дает это откровение, ну, вот пророкам. И как он, Господь является, ну, то есть посылает своего ангела к девочке, которая, ну, то есть просто вот молодая девушка. Вот все. И он Господь ангела посылает и говорит, пока она не скажет, да будет мне по слову твоему. Пока она не даст свое произвольное желание, согласие служить Богу. Господь не насилует ее волю никак. Ну, я говорю, когда говорю про насилие, в том смысле, что это человеку очень неудобно. Да. То есть Бог делает неудобно, делает заметно. Вот тут очень интересный момент. Вот здесь как раз надо же делать некую ремарку. Действительно, когда Господь дает свои заповеди, он дает их постепенно. То есть сначала там Господь попускает многоженство, потом он постепенно убирает, да, то есть запрещает прелюбодеяние, запрещает там кровосмешение, а потом Господь убирает многоженство, да. То есть Господь сначала говорит око за око, зуб за зуб. Зачем? То есть чтобы за око, за выбитый глаз не резали. Понимаете? Вот. А затем Господь учит не мстить, а передать месть в руки Божьи. Понимаете? То есть Господь действительно как педагог действует. Да, конечно, педагог делает в некотором смысле насилие. Там, конечно, что любой родитель совершенно насильственным образом в 7 часов утра поднимает своего ребенка и за шкирку отводит его в школу. Понятно, это, конечно, проявление грубого насилия по праву ребенка, да, но до сих пор даже ювенальная юстиция еще пока такой вид насилия не запретила. Вот. Потому что это, на самом деле, так называемое насилие, связанное с чем? С образованием человека. То же самое и Бог. Вот насильно, опять подчеркнув в таком смысле насилие, да, внедряя заповеди Божии, заповеди свои, для этого зачем? Чтобы человек жил. Я говорю, дал вам заповеди, чтобы вы жили, чтобы исполняющийся человек жив был в них. Вот. Ну а я к чему хотел сказать, что аргумент от чистоты говорит о чем? То, что некое, вернусь, возьмем логический конец, да, этому осуждению, то существо, которое дало Библию не только не человек, но при этом источник справедливости, добра и справедливости. Ну логично, да? Вот более того, у нас есть еще некоторые с этим аргументом, вторым аргументом относительно Библии, чистоты учения, и следующий момент. Дело в том, что этот аргумент говорит о том, что Библия, она сообразна с нашей совестью. Вот интересный такой момент. Вот когда мы с вами читаем Святой Евангелие, нам не приходится совестью поступаться. Так ведь? Выполняя заповеди Святого Евангелия, нам не нужно через совесть переступать. Нам иногда совесть заставляет так поступать, даже к этому не хочется. Вот. А когда мы говорим об иных религиозных традициях, там, иных религиях, мы видим, что человеку часто приходится переступать через совесть, чтобы исполнить заповеди этой религии. Вот как раз в этом смысле ислам тоже показатель, потому что очень многие мусульмане реально лучше, чем тот ислам, который они исповедуют. Это действительно так. Например, действительно очень многие мусульмане верны своим женам, несмотря на разрешение иметь много наложниц. Понимаете, да? То есть и для очень многих мусульман реально многоженство является некоторым способом душевной, духовной проблемой. Это действительно так. Очень многие мусульмане считают для себя неправильным и ненормальным убивать неверных. Хотя эта заповедь существует в Коране, но при этом многие мусульмане считают ее ненормальным, возмущаются ей. И они правы, потому что совесть их лучше, чем Коран. Понимаете? Вот как раз-то пример от нравственности. То есть мы видим, что таким образом Библия сообразна, да? Она имеет, она созвучна совестью, так? Можно сказать так, что тот же голос, который дал Библию, тот же голос, да, говорит через совесть. Понятно? То есть один и тот же Бог говорит и через совесть, и через Слово Божие. Поэтому апостол Павел, да, говорит, что язычники, не зная закона, письменного закона, без закона исполняют закон, являющий закон, написанный в их сердце. То есть этот закон совести, он написан в сердце. Написан в сердце язычников, мусульман, иудеев, буддистов, неважно. И именно поэтому получается, что тот, кто дал Библию, он же и говорит через совесть. То есть он прямое отношение имеет к нашей душе. Понимаете? Он, по-моему, отношение имеет к нашей жизни, потому что он властелин нашей жизни. Мы уже, видите, мы описываем автора Библии, уже, видите, божественные качества проявляются. Что он не только не человек, да, что он не только не из этого мира, но он еще и автор совести, автор справедливости, автор любви, автора милосердия. Но следующий аргумент, это какой? Это сбывшееся пророчество. Один из самых часто встречающихся аргументов, он, по-моему, встречается в Писании неоднократно, например, в Господе Иисус, он свое посланчество обосновал, в том числе и тем, что сбываются пророки. Над Христом сбылись множество пророков, пророчеств в древности, там, по разным отсчетам. Вот там 300, считается, более 300 пророчеств сбылись над Господом Иисусом Христом. И то, что в Библии содержатся сбывшиеся пророчества, которые сбылись спустя века после их произнесения, говорит о том, что автор Библии находится над потоком времени. То есть это владыка истории, да, то есть тот, кто дал Слово Божию, он является владыкой истории. Ну, приведу такой самый простой пример сбывшего пророчества, который любой из нас с вами знает. Помните? «Величит душа моя Господа, возрадовался Дух мой, Боже, Спаси мой, я капризрия на величие, на смирение рабы своей, и сиба отныне ублажат меня все роды». Вы помните, да, «Песнь Богородицы», то есть «Потому что Господь посмотрел на смирение своей рабы, и поэтому отныне ублажены и назовут меня все поколения, все рода». Кто это говорит? Ну, говорит девушка же, по преданию, было там, 15 лет было тогда, которая работает ткачихой, живет в провинциальном деревушке, какой-то совершенно дикой маленькой провинции, которая происходит из народа, который считается там, которого все остальные презирают. Антисемитизм тогда был. И она говорит, что «Меня блаженно назовут все поколения». Как это может быть? Это не может быть никогда. Но тем не менее факт оказалось, что именно эта девушка, Пречистая Мария, Богородица, действительно воспевается всеми людьми. Кстати, в том числе, хотя и в неверной, неточной форме, но даже и мусульманами. Это как раз-то блестящее подтверждение того, что перед нами сбудшийся пророчество, хотя она невероятна, понимаете? Ну, или пример такой в книге про Казетиле приводится пример, когда Бог говорит, и вот Тир, гордость царей, я сделаю его голой скалой, местом для растилания сетей. Ну, Нью-Йорк, древности сказать такое. Представляете, Нью-Йорк, что ты будешь голой скалой. Но тем не менее, спустя 15 веков пророчество полностью сбылось. Интересный такой момент, когда мы говорим, что в Библии есть какие-то не сбывшие пророчества, это значит, что нам надо просто немножко подождать. Действительно, пророчество начинает сбываться тогда, когда Бог вам скажет. Бывает пророчество, которое сбывает точно срок. Например, пророчество 77-го пророка Даниила сбылось с точностью до дня. Вот есть пророчества, которые сбылись сроком, это пророчество, наверное, о 70-летнем плене. Есть пророчества, которые сбылись сроком, это пророчество Исаии, которое предсказывало об разгроме сирийцев и изолитян, которые нападали на иудеев. Есть эти пророчества сбывшиеся, но есть пророчества, которые не имеют внутреннего срока. И они исполняются постепенно для того, чтобы люди в разных поколениях могли видеть, как Божий рука действует. Интересно, когда читаешь толкование на Эзекиле Боложенный Ироним в 4 веке, он долго начинает рассуждать, почему это пророчество не сбылось, как надо духовно понимать. Я вот сейчас смотрю на это пророчество и говорю, что Боложенный Ироним поторопился. Боложенный Ироним сбылось, но после Боложенного Иронима. Сбылось буквально. Вот если вы приедете в Ливан, вы увидите деревню Сур, которая находится рядом с древним хиром. Это рыбацкая деревня, где сети сушатся действительно с колен, на которой раньше находился город. Как и предсказано было пророками. Сделал это Саладинов в 11 веке. Перед не в 11, простите, в 12 веке, после Божьего Житства Христова. Действительно, то есть пророчество сбылось, но оно сбылось позже. И очевидно было оно никаким образом не спрогнозировано. Точно так же, как нельзя было спрогнозировать и пророчество об возвращении Израиля в Святую Землю, которое было предсказано пророками, пророками Иеремии, например. Действительно, Бог сказал, что я пошлю рыболов, которые будут вылавливать евреев, всех мест, где они находились. Потом я пошлю охотников, которые будут сгонять их со всех высоких мест, где они находились. А потом я сгоню их в землю бетованной. А там веду их горнила, а там уже вырву из их сердца сердце каменное, омою их водой чистую и снова стану их Богом, они станут моим народом. Видите, то есть пророчество начинает сбываться, даже вот наши дни продолжают сбываться. Вот у нас как раз недавно мы все свидетели того, как сбылось пророчество Исаии о Вавилоне, который был тоже мегаполисом по тогдашнему, но это даже не Нью-Йорк, это что-то было совсем невероятное. Но Господь Бог через пророка Исаии говорит, что ты красай гордость халдеев, этот Вавилон будет неиспровержен, как Содом и Гаморра, и не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!